Владимир Борисович, для начала оцените сегодняшний матч. Владимир Борисович, для начала оцените сегодняшний матч. И объяснили ребятам, как правильно обороняться, в каких ситуациях, в каких зонах. Конкретно по этой игре, наверное, скажу, что это, наверное, был самый тяжелый физический план для нас матч весенней части чемпионата. Давление было максимально, особенно во втором тайме, если первый тайм мы более чаще атаковали. Во втором тайме пришлось обороняться, хотя парадокс, забили гол. Ну а давление со стороны «Волги» одного из лидеров, ну, конечно, было серьезным. И я рад за ребят, что они выдержали физически и, главное, не сломались. Конечно, такой накал, такая ответственность. Вот все ребята понимали. И я поздравляю их. Я и рад за своих пацанов. Вы уж и звонили с Челябинском, порадовали их, что отняли «Волги» два очка. Пока нет. Ну, я знаю, что Челябинск смотрел наверняка игру и переживали за нас. Конечно, мы земляки, я сам из Челябинска. Вот. И думаю, что мы вместе порадуемся за своих земляков. Вот. Им еще тоже играть две игры. И также расслабляться не надо. Кажется, что команды с нижней части турнира на таблице легко отдают очки. Да нет, все бьются, все сражаются. Наш пример тому подтверждение. Спасибо. Спасибо. Ревнах Мурадьевич, ну, по оценкам, комментарии это? Ну, по-моему, первый танк у нас не получился. Хотя моменты было создано достаточно для того, чтобы уже в первом тайме там вести и 2-0, и 3-0. Но это футбол. Надо разбираться. Надо будет проанализировать наши действия на поле. Вот во втором тайме мы немного перестроились. Уже стали активнее играть. Полностью практически контролировали. Забили мяч, да. Команда соперника глубоко оборонялась. Две линии. В принципе, что мы и ожидали, мы говорили, смотрели. Разбирали игру соперника при быстрых переходах. То есть они ищут моменты. Или штрафные, или это угловые. Вот на что они рассчитывали. И первый переход после забитого мяча. Конечно, надо было нам сроже сыграть. Ни в коем случае не допускать такую ошибку. Там ошибка в линии обороны. Надо будет разобраться, почему так получилось. Легко дали войти во фланг, сделать эту передачу. И они, конечно, этим моментом воспользовались. Хотя могли бы после даже пропущенного мяча. Были моменты, где надо было до победы доводить этот матч. Обидно, конечно, то, что так случилось. Но я считаю, что у нас еще две игры есть. Нам надо эти две игры обыгрывать и задачу свою решать. Долгие разговоры после игры в раздевалки. Не секрет о чем? Ну, понимаете, у всех обустошение настаёт. И игроки понимают то, что всё-таки преимущество было наше. Но, опять-таки, преимущество преимущество на результат, на табло. И здесь, то есть, нам нельзя унывать. Нам ни в коем случае не опускать руки. У нас еще две игры, поэтому календарные игры не завершились. Их надо доводить и доводить до победы. Всё в наших силах. После игры в раздевалку зашел полуарий и он. О чем была речь? Ну, Алексей Юрьевич, в принципе, просто сказал, что всё в наших силах. То есть, играйте, выходите, две игры. Задача выпадает. Поэтому, то есть, он дал понять, что ничего, в принципе, страшного не произошло на сегодняшний день. Нет, невозможно. Всё зависит от нас. В 2007 году, когда вы еще играли, за Волгу была подобная ситуация, когда здесь, наверное, проиграли на уровне 2. Какие слова Сергей Седышев тогда нашел, чтобы команда одержала побед подряд и заняла первое место? Ну, то же самое. То же самое. Потому что от нас же много будет зависеть, правильно, последние игры. Вот, и мы к этому шли. Вот, вот, понятное дело, тогда это была неожиданность, всё-таки проиграть там. Команда была на последнем месте, а мы всё-таки решали задачи. Вот, была, то есть, такая подножечка. Вот, ну, надо было просто пережить этот момент и преодолеть дальнейшие уже преграды. То, что мы и совершили в этот момент. Вы сказали, что сейчас у многих игроков опустошение. И у вас есть уже план, как за неделю вывести их из этого состояния? Ну, конечно, они же всё-таки профессионалы. И мы понимаем, что мы ни в коем случае сейчас не можем просто уйти в какой-то день, да, там, то есть, и в переживании. Нам просто надо сейчас реабилитироваться. Вот, и каждый это понимает. Да и сегодня хотели победить. Ну, столько моментов создали. Ну, посмотрели, штанги перекладины там, вот так. Ну, я не знаю, почему мы и, в принципе, в Перми-то пропустили на 89-й минуте. Ну, когда-то оно должно завершиться. Я считаю, что только мы это можем сами сделать. От нас будет зависеть. Две игры, две победы. Правда, ошибку нет. Спасибо.